Наступила весна, а это значит, что паводки не за горами. Недавно новый премьер-министр Олжас Бегтенов раскритиковал работу чиновников, сказав, что готовность к паводкам остается только на бумаге. Редакция «Голос народа» решила разобраться, как изменилась работа госслужб после критики премьера. В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям нас заверили, что угрозы паводков минимальны, а службы полностью готовы к вероятному затоплению. Службы все готовы в состоянии, сами видите, в сегодняшний день коммунальными службами, местными исполнительными органами право работы продолжается против паводки. В состоянии в сегодняшний день, могу сказать, с города более 5,8 миллионов снега вывозено на сегодняшний день, более 35 тысяч погонных метров арково-лотковой сети прочищено получается. А так же сами видите, вот видите, мы сейчас находимся на юго-востоке, улица Убаган, здесь коммунальными службами чистка арков, трубы проводятся. Коммунальные службы города, все в полном составе работы продолжаются против паводки. С какого числа работа началась? Ну, у нас против паводки с прошлого года началась, уже с октября месяца работа, и продолжается до мая месяца, пока паводка период не пройдет. Сто процентов предотвратить паводки не помогут бульдозеры, экскаваторы и другая спецтехника. В ДЧС запланировали специальный облет территории Акмолинской области, после которого жителям обещают провести точечную работу. Сейчас у нас после 10 марта запланирован облет, будем облет делать вертолетом Акимовым городом, совместными исполнительными органами. Тогда везде, в край города, вот этот контр-регулятор, который говорит, все мы уже обследуем, проведем воздушным путем. На момент выхода этого выпуска в департаменте уточнили, что паводковый облет перенесли на 18 марта. Только вот неизвестно, будет ли эта мера актуальна через неделю, когда паводки уже активно подступают. Мы отправились в один из микрорайонов столицы, где расположены частные дома, в жилой массив пригородный. На сегодняшний день по району Алмата в рамках противопаводкового мероприятия задействовано 174 единиц специализированной техники. С 14 декабря 2023 года Эльурдоэкосистем началась работа по очистке орыточных лотковых сетей от снега и наледи для более эффективного пропуска тал и ход в весенний период. В минувшие выходные в Астане прошел дождь с обильным снегом. Как сообщили в Акимате, коммунальные службы работали в усиленном режиме, даже ночью. По последним данным, за выходные из города вывезли более 17 тысяч кубометров снега. И только за 11 марта вывезли рекордные 28 тысяч кубометров снега. В первую очередь убирают центральные улицы, маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары. Это во всех районах, да, так работает? Да, 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 по всему району. С 10 марта страна перешла в режим повышенной готовности к весенним паводкам. Первым затопило восточный регион страны. За пару дней семей превратился в город на воде. Резкое потепление привело к обильному таянию снега. Сейчас на улицах областного центра каждый день работает более 60 сотрудников и столько же единиц техники. Что касается других регионов, еще в начале марта Казгидромет назвал области, находящиеся в большой зоне риска от паводков. Это Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области. К самым опасным относят Акмолинскую, Североказахстанскую, Кустанайскую и Актюбинские. Кроме того, после 15 марта синоптики снова прогнозируют дожди и потепление по всей стране. Тем временем Акмолинской области на 200 миллионов тенге купили новую технику из резерва МЧС. В областном Акимате говорят, теперь порывы на Нуринском групповом водопроводе будут устраняться оперативнее.